Всем добрый день! Друзья, мы снова рады приветствовать вас всех на портале обучения и саморазвития. Сегодня я продолжу рассказывать о своем понимании того, что такое русское хайку, хокку. Ведь у русскоязычных людей даже тут, как всегда, сложилось свое видение этого замечательного стиля стихосложения. Естественно, для начала, как и советуют многие, стихи хокку стоит пробовать писать в японском традиционном, как можно более простом стиле и в основном о природе. Но проблема в том, что часто это оказывается даже сложнее. А главное, что далеко не таким интересным и захватывающим, как написание мудрых и образных стихов хайку, на более насущные, философские и просто интересующие вас по жизни темы. В изначальном японском хокку обычно рекомендуется вообще стараться не писать с помощью аналитического ума, который постоянно продумывает все возможные варианты, а просто писать первое, что приходит на ум и то, что вы реально чувствуете на данный момент. Чаще всего говорят, что хокку вообще не терпят фальши и сухих логических придуманных слов. Хокку – это некое искусство писать скорее образами, чем словами, и скорее интуитивно, чем логически. Например, песня «Цикады», как шепот костра, летом душу согреет. Так что получается, что идеальная традиционная хокку – это просто импровизация на тему текущего момента, желательно без украшения сложными словами и стихотворной формой. Во многих народах, кстати, есть подобный стиль поэзии, в котором что видишь и что чувствуешь, то и пишешь. Просто японцы довели этот самобытный стиль почти до идеала. И вообще, нередко говорят, что хороший хокку даже не обязательно записывать. Достаточно просто отпустить его на волю. Как отпускает на волю распустившаяся сакура один из миллиона своих чудесных лепестков, щедро награждая любого путника, остановившегося отдохнуть от дальней дороги под ее ветвями. Вот пример хокку без лишних красок. Огненный танец. Плачет младенец в тени желтого дуба. И пример с более сложными аналогиями. Огненный танец. Грусть вишни в каждом цветке. Белые слезы. И еще пример явного усложнения и придания обычным предметам непривычных для них свойств и даже эмоций, которые в реальной жизни они никогда бы не могли испытать. В нежных ладонях кисть. Бабочки слетают с старого холста. Не бойтесь отдавать и дарить свои стихи. Достойно богов свеча. Себя отдает взамен, не прося. Также, в отличие от традиций, можно, если вы никогда не бывали в такой ситуации, но хотите все равно о ней написать, просто попробовать почувствовать себя так, как будто вы уже переживаете нужную вам эмоцию. И тогда пишите уже искренне и с чистой совестью. Вообще, грамотный писатель, даже для русского хайку, может, легко изменяя одну или две строки, написать довольно быстро штук пять стихов, и от каждого вы будете испытывать разные эмоции. От боли в душе до детского беспричинного счастья. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. О море мечтал. Поэт, воды не любя. Сила искусства. И даже если вы вообще не представляете, о чем можно написать, просто попробуйте описать свое любое чувство или событие, которое происходит с вами сейчас, даже если изначально это кажется глупым или маловажным. Найдешь реферат? Отпишись Ваську. Целую нежно. Твой котик. Если же вы все-таки решили писать на сложную тему, то все равно помните, что залог хорошего хокку – это простота. Постарайтесь не использовать сложных слов. Искусство хокку в том и состоит, чтобы сказать очень емко или раскрыть очень глубокие эмоции, но при этом использовав всего пару самых простых слов. Также, если вы не придерживаетесь традиции и пишете о каком-то историческом событии или о чем-то, чего может не знать или сразу не понять читатель, вы можете дать своему хокку название. Или сделать снизу небольшое пояснение. Хотя, мне нравится название давать под хокку. Так можно немного дольше сохранить интригу и дать читателю подумать. Главное, не перегружайте сам хокку лишними объяснениями. Позвольте самому читателю додумать или дорисовать всю картину в своем воображении. Не зря недосказанность одна из визитных карточек этих стихотворений. Естественно, тут представители русского хайку также нередко протестуют и пытаются дать слишком много объяснений своему гениальному творчеству. Но все же попробуйте быть краткими, но емкими. Ведь не зря краткость сестра таланта. Вот примеры описаний до и после самих стихов. Стих об осознанных сновидениях. Чтоб разум пленить, проснувшись во сне, открой знания, тайны. Или так. Подай надежду на победу им. Не дай лишиться страха. По мотивам книги Сунь Цзы, 32 стратагемы. Или. Плачу по счетам чужой кровью. Отбираю пустые души. Киллер. Ну, или пример очень длинного объяснения. Чтоб разум пленить, две бутылочки водки по цене одной. По мотивам любимых теорий заговора, утверждающих, что политики США стараются сделать все возможное для того, чтобы споить население стран СНГ. Также теория золотого миллиона, протоколы сионских мудрецов. Также можно вспомнить политику Путина в России. Политику компаний типа Макдональдс или Кока-Кола. И написать еще две-три книги и докторскую диссертацию по теории лжи только по этому одному хокку. Ну ладно, вернемся к нашим правилам написания стихов. Одним из плюсов для интеллектуалов тут является то, что можно использовать слова, которые значат два или три или более разных вещи или действия. И все они подходят по смыслу, меняя полностью смысл всего стихотворения. А особенным показателем мастерства является ситуация, когда один и тот же хокку прочитают пять-семь человек, но каждый из них его поймет и пояснит совершенно по-своему. Это и считается верхом искусства. Это и будет красота и сложность русского хокку. Так сказать, сложность славянской простой души. Или, как бы сказал мастер Дзен, это и есть сложность простоты души самого хокку. Бывают вообще хокку, в которых просто понятно только то, что ничего не понятно. И созданы они либо для философско-эзотерического ступора читателя, или автору просто понравилась странная игра слов. Вот пример многозначительности, сложной игры слов и переносного значения, когда читатель попадает из театра сразу в чистилище. Второго акта нам не увидать, ведь мы грешили в первом. Или вообще, пример непонятно чего, где явно каждый философ поймет свое, а нефилософ не поймет вообще ничего. Лгут только правдой. Говорят лишь с тенями, дно созерцая. Или случай, когда понятно, но достаточно сложно. Радуясь жизни, огорчаемся смерти, забыв про вечность. Также считается большим мастерством и в традиционных японских хокку, когда читатель думает об одном-две первых строки, но третья строка полностью и очень резко меняет смысл хайку. Нежно ласкаю, заводись, милая, мокрые свечи. Автомобилист Как правильно писать хокку по строчкам? Математика написания хокку тоже проста. Обычно хокку состоит из трех строчек. Традиционно в первой строчке содержится пять гласных букв или слогов, во второй семь, а в третий снова пять. Согласных же букв может быть любое количество на ваше усмотрение. И даже это необязательное правило для русских сочинителей хайку. Но на первых порах, когда вы только учитесь, его, по моему мнению, все же стоит строго придерживаться. Лично я, хоть и люблю больше именно русский стиль написания хокку, но считаю, что для поднятия уровня интеллекта и творчества надо придерживаться именно традиционного размера 5-7-5. И на данном сайте и на нашем канале мы постараемся придерживаться такого размера, в дань японской традиции и интеллектуальности наших творений. Хотя, я, конечно, тоже пробовал писать хайку, которые не вкладывались в этот ритм. Так что, если ваша славянская душа сильно просит, то, конечно, можно. Моим примером обоснованности лишних букв в хайку и примером чисто русского, излишне интеллектуального стиха может быть такой. Хороший хокку, как хороший дао. Не всем понятен, но этим и хорош. Дао де дзин. Ну и напоследок совет. Если таки вы ничего не поняли из того, что тут написано и хотите писать только традиционные стихи, то просто читайте чаще стихи различных традиционных авторов. И смотрите следующую статью и видео по японским традициям написания хайку. А дальше просто пробуйте писать самостоятельно. А если даже не получится с первого раза, то вам обязательно помогут те, кто уже достиг определенного уровня. Помните, что не достигает мастерства лишь тот, кто не практикуется. Так что пишите тут снизу в комментариях свои варианты подобных стихов. И я лично дам вам совет и подкорректирую ваши произведения. Ну и конечно, если вы не поняли чужого хайку, тоже не стоит расстраиваться. Больше читайте, думайте, испытывайте больше различных эмоций. Просто живите и будьте открыты новому. Тогда рано или поздно вы поймете смысл сокрытого в этих простых коротких строках. И возможно даже вспомните слова знаменитого мастера хайку. Как свищет ветер осенний. Тогда лишь поймете мои стихи, когда заночуете в поле. Мацуо басё. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. Желаем вам хороших творческих успехов и самое главное здоровья. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok